Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Сделали фундамент, возводят первый этаж. Глава Самары Елена Лапушкина проверила строительство нового детского сада в промышленном районе. В России начался осенний призыв. Сколько жителей Самарской области отправятся в ряды российской армии? Очищают улицы от листвы и мусора. Самарские коммунальщики готовят областную столицу к зиме. Теплое одеяло, сладости и даже 100 килограммов чеснока. В Самарской области снова собрали гуманитарную помощь для военнослужащих. В промышленном районе Самары строят новый детский сад. В него смогут пойти 240 детей, в том числе малыши до трех лет. Уже залили фундамент, возводят первый этаж. Как идут работы, проверила глава города Елена Лапушкина. На стройки побывала и наша съемочная группа, и Светлана Кудрявцева расскажут подробности. Новый детский сад возводят в границах улиц Старозагора, Московское шоссе, Воронежское, проспект Кирова. Раньше на этом месте были гаражи, а теперь кипит работа. На стройплощадке ежедневно трудятся не менее 30 человек. Как идут работы, проверила глава Самары Елена Лапушкина. По словам подрядчиков, они не только укладываются в сроки, но и планируют работать на опережение. Детский сад возводят по типовому проекту. Здание будет трехэтажным с отдельными прогулочными зонами для ребят и тремя лифтами. Рядом появятся игровые площадки, пешеходные дорожки, зеленые насаждения и газоны. На данный момент мы сейчас залили стены подвала, фундамент, вышли на первый этаж. Сейчас заливается конструкция первого этажа. Все техоборудование закупаем мы полностью, все установим. То есть садик будет под ключ делом. В дошкольное учреждение смогут пойти 240 малышей. Из них 80 в возрасте от года до трех лет в ясельные группы. Работы идут по национальному проекту «Демография». В этом году в Самаре готовятся к открытию еще два новых детских сада. На улице Подшипниковой, куда смогут пойти 112 ребят. И на улице Ташкентской, куда придут 132 воспитанника. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. С приходом второй половины осени службы города переходят на режим особого содержания уличнодорожной сети. Частые дожди и листопад влияют на состояние проезжей части. Повышенное внимание специалисты уделяют дорогам, которые отремонтировали на средства нацпроекта безопасные качественные дороги. Подробнее о сезонном содержании таких участков города расскажу в сюжете. Осенняя пора – особое время, когда службы города работают в режиме нон-стоп. Внимание уделяют всей Самаре, в частности, дорогам. Коммунальные службы продолжают приводить в порядок городские маршруты, в том числе участки, отремонтированные на средства нацпроекта безопасные качественные дороги. По словам специалистов, своевременная и качественная уборка позволит сохранить благоустроенный облик, а также увеличить срок службы обновленного полотна. Основной вид работы сейчас – это уборка листвы, которая с придорожных деревьев в большом объеме попадает на тротуары, на проезжие части, на газоны. Данная работа необходима для подготовки более качественной уже в весенний период. То есть то, что мы не успеем собрать осенью, нам придется собирать весной уже после того, как они немножко подгнили, то есть это будет более затратный вид действенности. Один из обновленных по нацпроекту объектов – улица Гагарина в границах Победы и Московского шоссе. На этом маршруте в этом году уложили новый асфальт на площади порядка 114 тысяч квадратных метров. Напомним, обновлять улицу Гагарина подрядная организация начала еще в мае. Масштаб большой, общая продерженность отремонтированного участка составила свыше 4,5 километров. При этом завершили работы на объекте уже к концу июня, а к нанесению разметки приступили в первых числах августа. Согласно заключенному муниципальному контракту, следить за состоянием дороги подрядчик обязан в рамках пятилетних гарантийных обязательств. За обновлением и содержанием этой важной транспортной артерии следят не только специалисты, но и общественники. Колея была на дорожном покрытии, и ямы были. Сейчас мы видим дорожное полотно в отличном состоянии, провели качественный ремонт. И сегодня уже получаем письма благодарности и Народный фронт, и администрация города Самары. Очень здорово, что отремонтировали дорогу, улицу Гагарина. Очень качественно, она довольно сейчас очень такая комфортная. Очень здорово, что сделаны подъезды в дворы, выезды с дворов, потому что это была такая большая проблема. Для решения сезонных задач в городе ежедневно трудятся больше 230 работников и порядка 70 единиц техники. Особое внимание уделяют тем частям дорог, где расположены решетки ливневой канализации. Туда не должны попадать листва и мусор, чтобы во время дождей и зимой вода без препятствия попадала в стоки. В дальнейшем, после наступления холодов и выпадения осадков, работники службы благоустройства акцентируют внимание на расчистке и вывозе снега, а также противогололедной обработки, в том числе на дорогах, которые обновили на средства национального проекта. Михаил Ермоленко, Григорий Пришаков. События. В Самаре продолжается строительство новой станции метрополитена. Основной фронт работ на Галактионовской, в скверах на пересечении Свилоновской и перекрестке Галактионовской-Красноармейской. Эти работы необходимы для последующего возведения станционного комплекса и проходки перегонных тоннелей. Подготовка включает в себя вынос водопроводных, канализационных, электрических и тепловых сетей. Параллельно инженерные коммуникации переустраивают в районе перекрестка в границах улиц Самарской, Полевой и Новосадовой. Как и по участку Галактионовской, здесь временно ограничено движение транспорта. В зоне метростроя на этом перекрестке сейчас занимаются выносом водовода, переустраивают ливневый коллектор, а также переносят сетевые кабели. Все объездные пути были заблаговременно подготовлены, а скорректирована работа светофоров. Для удобства трафика появились дополнительные светофоры и поворотные секции. Ввели одностороннее движение по участку улицы Первомайской. При строительстве метро повышенное внимание уделяют сохранению элементов архитектуры, зеленых насаждений, а также стараются минимизировать неудобства для горожан. Например, в районе улицы Галактионовской, в тех локациях, где рядом нет жилых домов, работают круглосуточно, а при этом шумные работы ночью не производят. Основные задачи по переустройству инженерных коммуникаций в зоне метростроя в историческом центре рассчитывают выполнить в конце ноября. Однако, часть подготовительных работ продолжат и в декабре. А у перекрестка улиц Самарской, Полевой и Новосадовой, где трудиться начали 8 октября, вынос инженерных сетей должны закончить в течение 39 дней. Отмечу, что все работы, сопряженные со строительством станции метро «Театральная», находятся на непрерывном контроле. Его осуществляют региональный заказчик и подрядчик совместно с мэрией и профильными службами областного центра. Согласно расчетам специалистов, после завершения строительства первой ветки Самарского метро и ввода в эксплуатацию «Театральной», до 7-8 минут может сократиться интервал движения электропоездов подземки. А путь между конечными станциями займет около 20-25 минут, за которые из отдаленных районов города можно будет добраться до исторического центра, где сосредоточено большое количество театров, музеев и других социокультурных площадок. Во-первых, у нас музей есть, да, то есть, пожалуйста, теперь можно будет спокойно пользоваться огромным количеством жителей, если у них появится желание. У нас музей бесплатный, проводят экскурсии наши школьники, пожалуйста, милости просим. Понятно, что добираться до нашего лицея, мы со всего города, ребятишек приглашаем, добираться легче, сотрудникам легче. И вообще, замечательная идея. Новые приоритеты в работе самарских правоохранителей. Начальник главного управления МВД России по Самарской области, генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, спустя месяц после назначения в регион провел пресс-конференцию, где рассказал журналистам, как будет выстраивать работу. Подробности расскажем в следующем сюжете. Навести порядок на дорогах, улучшить институт участковых уполномоченных, вернуться к резонансным делам. О новых приоритетах в работе самарских правоохранителей журналистам рассказал генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, который месяц назад вступил в должность начальника главного управления МВД России по Самарской области. До этого Игорь Иванов возглавлял главк полиции в Кемеровской области, а сам полицейский родом из Челябинска. Игорь Иванов поделился с журналистами первыми впечатлениями от Самары. Первые впечатления очень позитивные от города и от области. Здесь я не могу лукавить. Действительно очень позитивные. То, что по городу проедешь. Ну и можно сразу сказать, что Волга есть Волк. Я поработал в разных регионах, родился, вырос на Урале. В Волгу, конечно, это впечатление серьезное. Самара, конечно, восхищает и в плане, как жители относятся к городу, и как чтут историю. И вот это сочетание действительно исторических зданий в Октябрьском, в Ленинском районе и новые микрорайоны. То есть, действительно, многое из позитивного. Новый начальник полиции отметил, что делает ставку на открытое взаимодействие с журналистами и блогерами в регионе и надеется на плодотворную совместную работу, обозначил Игорь Иванов и приоритетные направления. Ситуация на дорогах. Конечно, она сразу бросается в глаза. На мой взгляд, нужно сделать все и включить все административные ресурсы, чтобы пробок на дорогах было как можно меньше. Для этого мы уже провели несколько рабочих встреч с главой города. И уже началась работа по светофорным объектам. Это не просто так. Это действительно наша инициатива. Мы будем продолжать. Мы будем продумывать в целом работу ГИБДД по въезду в город. Сразу при заступлении на рабочее место мы определились с начальником ГИБДД. В зоне приоритетов является обработка ДТП. То есть, аналитическая расстановка нарядов, чтобы в местах максимального прохождения транспорта, реагирование на ДТП, было максимально коротким. Генерал сообщил, что лично каждые сутки разбирается, если экипаж ГИБДД прибыл на место ДТП более чем через пять минут. Для поддержания общественного порядка на улицах муниципалитетов планируется усилить работу экипажей ППС. На помощь сотрудникам полиции также прибудут добровольные народные дружины и сотрудники частных охранных предприятий. Светлана Кудрявцева, События. В первый день ноября в России стартовал осенний призыв на службу в армию. Начало сдвинули на месяц, чтобы военкоматы успели завершить работу по частичной мобилизации. Этой осенью планируется призвать 120 тысяч солдат. В Самарской области повестки получили 15 тысяч молодых людей. Из них службу в армии будут проходить полторы тысячи новобранцев. Куда их отправят служить, расскажет Сергей Кизоркин. 46 призывных комиссий муниципальных образований приступили к работе. Призыв в этом году стартовал на месяц позже. Военкоматы посетят 15 тысяч человек. Из них в армию отправят примерно 10%. Остальные получат отсрочку из-за учебы, по семейным обстоятельствам, а также из-за проблем со здоровьем. Данная призывная кампания никак не связана с мероприятиями, проводимыми в рамках специальной военной операции. Это плановые мероприятия призыва граждан для службы на территории новых субъектов Российской Федерации, на которых сейчас введено военное положение. Проходить службы там не будут, призываться они туда не будут. В остальном география у нас прежняя, от Калининграда до Дальнего Востока. Переброска солдат к месту службы в другие регионы будет проходить самолетами и поездами. По Самарской области на транспорте воинских частей. Автомобилей много не понадобится. На Малой Родине останутся служить 300 человек. Отдать долг Родине можно будет также в МЧС и ФСО. Совместная работа, она имеет свои плоды позитивные. И сейчас в состоянии здоровья граждан наблюдается определенная положительная динамика. В армию пойдут частично подготовленные призывники. Это водители и казаки. На альтернативную службу в этот призыв претендует 24 самарца. Они могут проявить себя на почте и в больницах. Правда, служить придется не год, а в полтора-два раза дольше. Воспользоваться этим правом они смогут при наличии весомых оснований. Примерно одинаково. Каждый год цифра плюс-минус 5 человек. Так, в целом, за последние 5 лет она не стремится ни в верхнюю весу. Во время призывной кампании будут соблюдать меры безопасности против COVID-19, измерять температуру, проводить тестирование, при благоприятных обстоятельствах вакцинировать призывников. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. В областном центре сформировали седьмой гуманитарный конвой для самарских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Груз был собран в рамках акции общественной палаты Самарской области «Своих не бросаем, мы вместе». Продукты, медикаменты, сладости и письма отправятся в зону спецоперации в преддверии Дня народного единства. Подробности у Светланы Тимофеевой. Вереница легковых машин выстроилась на площадке парка «Дружба народов». В салонах и багажниках каждой – десятки коробок с гуманитарным грузом для самарцев, которые участвуют в специальной военной операции. У нас сейчас в машине находятся посылки с гуманитарной помощью от детишек школы из Красноармейского района Самарской области. Это второй, третий класс, начальные классы. И помимо продуктов, которые они сами собирали вместе с родителями, каждый из детей написал письма для солдат, нарисовал красивые рисунки. И в каждом письме написаны очень теплые слова поддержки. Даже на коробках они нарисовали красками «За победу». «Держитесь, мы с вами». Это уже седьмой гуманитарный конвой, который сформирован в рамках акции региональной общественной палаты «Своих не бросаем, мы вместе». В сборе груза участвовали предприниматели, ветераны военно-морского и речного флота, Союз народов Самарской области, нотариальная палата, спортсмены. Это горячие люди, которые понимают, что их тепло согреет наших бойцов. А нам сегодня нужна одна победа, она нужна нам всем. И поэтому, если мы самарцы что-то можем сделать, то мы обязательно возьмем и это сделаем прямо своими руками. Мы благодарны всему бизнесу, членам торгово-промышленной палаты Самарской области, которые сегодня показали ту озабоченность и делают все, чтобы наши солдаты, наши военные защитники ни в чем не нуждались. Для бойцов, которые отправятся в зону спецоперации, либо уже находятся на передовой, самарцы собрали консервы, крупы, макароны, медикаменты и сладости. Кроме того, по заявкам солдат, сельчане привезли более 100 килограммов чеснока и десятки килограммов меда. Сельчане очень переживают и за своих воинов ждут победы. И сегодня наступает холода, привезли чеснок, чтобы наши не простужали. А если простужались, то лечились чесноком. Мед, конечно, наших, соклинский, он экологически чистый этот мед. Мы подумали, что сейчас время вообще холодное, впереди вообще зима и теплые одеяла, подушки. Это то, что может согреть вообще наших бойцов и передать частицу нашего тепла ребятам. Несмотря на большое количество посылок, чтобы загрузить военную машину, потребовались считанные минуты. Так много оказалось людей, которые передавали груз по цепочке. И с каждым разом желающих связать для бойцов теплые вещи, написать душевные письма в Самарском регионе становится все больше. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. Депутат Госдумы Александр Хинштейн провел прием граждан. К парламентарию обратилась за помощью руководитель Самарского театра «Витражи» Алла Набокова. Все подробности расскажем в сюжете. Руководитель Самарского театра «Витражи» Алла Набокова обратилась к депутату Госдумы Александру Хинштейну за содействием в решении проблемы с помещением для культурного учреждения. 20 лет в Самаре существует театр «Витражи», но у него до сих пор нет своей площадки. Последние пять лет театр базируется в ДК железнодорожников, а аренду помогает оплачивать Департамент культуры, молодежной политики, администрации города. Конечно, нам там хорошо, что и говорить. Там профессиональные театральные сцены. Отрицательные моменты в первую очередь. То, что мы делим сцену еще с одним муниципальным театром и с многочисленными арендаторами. Поэтому зачастую перед премьерами у нас бывает только одна генеральная репетиция. Я не преувеличиваю. Александр Хинштейн обещал проработать этот вопрос. Сегодня в Самаре есть много муниципальных театров, учреждения культуры. Это замечательно. Они нуждаются в поддержке. Поэтому будем вместе с руководством города думать, как развивает нам театр витражи, который, да, действительно не имеет сегодня своего помещения. Во время личного приема граждан Александр Хинштейн рассмотрел 10 вопросов, и каждый из них обещал взять на личный контроль. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Единый урок мужества «Мы этой памяти верны» прошел в Железнодорожном университете. Студентам показали документальный фильм про бункер Сталина «192 ступеньки в прошлое». Кинолекторий посвящен военному параду, который проходил в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. Тему продолжит наш корреспондент. Будущий инженер-железнодорожник Варвара Курунова не пропускает ни одного патриотического мероприятия в своем университете. В этот раз пришла посмотреть документальный фильм про бункер Сталина. По ее мнению, быть патриотом – это знать историю страны и своей семьи. Убы ее деда воевали во Второй мировой войне. Один дошел до Берлина. Я считаю, нужно помнить тех, кто воевал за нашу родину, за нашу страну великую. И это нельзя забывать, потому что это очень важный подвиг наших прадедов, наших дедов. Это немыслимое то, что они створили. Это очень важное событие в жизни нашей страны и, в принципе, наверное, в жизни всего мира, всей вселенной. Патриотические встречи в университете путей и сообщения проходят регулярно. Они приурочены к памятным датам, в том числе к 7 ноября. В этот день, в 1941 году, на площади Куйбышева состоялся парад Красной Армии. Военнослужащие прошли перед трибунами с руководством Советского Союза и представителями дипломатических миссий со всего мира. Об этих событиях каждый железнодорожник знает еще со студенческой скамьи. Это поддерживает моральный дух нашей страны. Мы с ребятами, с моей группой довольно бурно обсуждаем эти моменты, пытаемся выявить что-то интересное, чтобы запомнилось. Документальный фильм «192 ступеньки в прошлое» переносит зрителя в предвоенные и военные годы. Лента рассказывает о том, как строился бункер Сталина в запасной столице. Так тогда называли Куйбышев, где размещались все иностранные посольства. В этом году, соответственно, к параду памяти именно мы решили продолжить эту практику и показать уже новому, то есть первому курсу в основном и тем, кто раньше не был. Также этот фильм вовлечь их в историю, чтобы они понимали, в принципе, о истории создания бункера Сталина, о том, какой исторический огромный подтекст несет это место. Ты пронизываешься той эпохой, теми временами, о том, как жил город во время войны Великой Отечественной. О том, что есть такой секретный объект в центре Самары, горожане узнали только в начале 90-х. С тех пор туда водят экскурсии. Многие студенты-железнодорожники там побывали. Кто не успел, планируют туда попасть на ноябрьские праздники, что в принципе могут сделать все жители и гости города после парада памяти, которому и приурочены все патриотические события этой осени. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. В Самаре проходит конкурс профессионального мастерства среди дежурных электромонтеров Т-плюс. Чтобы продемонстрировать свои навыки и знания, в областной центр приехали представители 13 филиалов ресурсоснабжающей организации. На некоторых этапах конкурса побывала и наша съемочная группа. Конкурс профмастерства среди дежурных электромонтеров Т-плюс начинается с жеребьевки. В учебном центре собрались претенденты на звание лучшего по профессии из 13 филиалов ресурсоснабжающей организации. Приехал с настроем посоревноваться, посмотреть свои какие-то знания, умения за 4 года работы в компании, сравнить себя, свои знания с другими участниками, которые приезжают. Участникам предстоит пройти 6 этапов конкурса. В их числе проверка знаний нормативной базы и правильной эксплуатации электротехнического оборудования, умение ликвидировать нештатные ситуации. На одном из практических этапов дежурные электромонтеры должны показать навыки оказания первой помощи. Например, оживить робота-манекена Гошу. Подобные конкурсы – это не только один из этапов подготовки персонала, но и стимул для карьерного роста. Сейчас же дежурный электромонтер, а дальше он может стать начальником смены, в ходе главного инженера может. Истории такие и бывают. Демонстрировать свои навыки и знания дежурные электромонтеры будут в течение двух дней. Подобный конкурс для своих сотрудников Т-Плюс проводят регулярно. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов, События. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. О самом необычном и высоком фонтане Самары рассказывает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Это фонтан «Царевна-Лебедь», который открыли в 1985 году в честь 25-летия завода «Металлур» в парке культуры и отдыха имени 50-летия октября. Сооружение было воздвигнуто в самом центре озера. Сказочные мотивы фонтана уникальны. Сложно сказать, чем вдохновлялись архитекторы, но его облик, в отличие от многих других, не отражал тему патриотизма и советскую идеологию. 15-метровый фонтан до сих пор радует посетителей парка. В 2018 году конструкцию обновили. Специалисты заменили форсунки, отремонтировали скульптурную композицию и установили подсветку. Администрация Самарского района информирует, что 4 ноября на Самарской набережной состоится шестой атлетический забег в беге «Мы едины». Ежегодный полумарафон, посвященный Дню народного единства, соберет около полутора тысяч профессионалов и любителей бега. Запланированы забеги – полумарафон 10 километров, 3 километра, корпоративный забег, самарская миля, детский забег на 600 метров, а также соревнования по северной ходьбе на дистанции 3 километра и 10 километров. Старт и финиш будут располагаться возле бассейна ЦСКА ВВС рядом с набережной Волги. Начало в 8.30 по маршруту, где побегут участники, будет ограничено движение. Администрация Красноглинского района Самары поздравляет в своем телеграм-канале судебных приставов. 1 ноября они отмечают свой профессиональный праздник. Его установили в России в 2009 году. 19 октября 1865 года по новому стилю 1 ноября император Александр II подписал положение, которым окончательно определил статус судебных приставов в России. Скажи свое мнение. Мы продолжаем проводить опросы в нашем телеграм-канале на актуальные и интересные темы. В этот раз узнаем у наших подписчиков, задумывались ли они о приобретении новогодних подарков. 37% ответили, что начинают присматривать. Треть проголосовавших считают, что еще слишком рано. 13% удивлены, что скоро Новый год. А 4% опрошенных заявляют, что уже все купили. А некоторые написали в комментариях, что пойдут по магазинам в последний день. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok